Вперед! Окей. Включаем. Включил. Значит, и так, сказано, что осталось куча вопросов. Давайте попробуем вопросы, просто я буду отвечать тогда на вопросы некоторое время, а там решим, что будем делать. Ну вот, раз я заявил, то я, наверное, и начну. Мы изучили структуру души, довольно-таки сложную, вот, состоящую из девяти частей, разные варианты подключения одних частей к друг другу, такие как и бур, там, подключение с нечистой стороны на чистую. У меня вопрос такой, насколько вся эта система динамична? Есть ли такие части души, которые могут меняться там в течение, ну, даже дня там множество раз? То есть, если ко мне приходят разные желания, разные мысли, разного порядка... Да, тут же мы попадаем в некоторую тему, которая, вот, у Рамбома того же, маймонит который, он, прежде чем начать прописать комментарий к трактату Авод, он написал предисловие длинное, которое называется Шмоне Прокит. Восемь глад, на самом деле. Но это предисловие к трактату Аводу. Насколько оно связано с трактатом Авод, я не знаю, но Рамбом счел нужным изложить там, в некотором образом повторить, только по-еврейски, изложить книгу, трактат о душе Аристотеля. Ну, естественно, это не совсем Аристотель, но подробно изложить о том, как устроена душа глазами, ну, земными глазами, вот так, давайте скажем. И там он дает довольно фундаментально, начинает с того, что разделов души великое множество, множество, вот первая глава посвящена с ног до головы одной теме, называется, ну, ее можно условно назвать о свойствах души и той части души, которая определяет, что хорошо, а что плохо. Ну, добродетельный и председательный черт и характер, давайте вот так, в стиле Рамбом обозначить. Он говорит, буквально то, что он там говорит, выглядит следующим образом. Душа, если мы говорим про нефеш, вот я сразу скажу, что то, что описывает Рамбом в нашей терминологии будет нефеш, низшая часть души. Низшая часть в данном случае, надо понимать, что это та часть, которая занимается земной жизнью. Это не значит, что она низменная. Это означает, что та часть, которая занимается земной жизнью. И если хотите, это, значит, ну, по Рамбому я сразу могу сказать. Рамбом как раз сторонник теории, что душа всегда связана с верхними мирами, ну, просто насколько далеко и к чему подключена, к этим источникам в верхних мирах. Но, тем не менее, когда он говорит о земной душе, он говорит, что там он выделяет пять частей души. Ну, вначале три основных. Это растительную, животную и говорящую. Но при этом он говорит, что это одна душа на самом деле. Просто это разные проявления. Вот, он, например, вот, он приводит очень хороший пример, что нельзя говорить, что там человеческая душа человека отличается от осла тем, что у человека есть человеческая душа, в смысле часть какая-то дополнительная к душе осла. Ничего подобного. Осел, он тоже воображает и как-то говорит, только он воображает и говорит по-ослиному, а человек по-человечески. То есть, как бы, душа в зависимости от ситуации, она проявляет себя по-разному. Когда человек ищет пропитание, то скорее действуют те части души, которые мы называем животные. Когда человек занимается, ну, поисками, реакции, движения, когда человек там занимается или заботится размножением, то понятно, что это растительная часть души, ну, и так далее. И есть говорящие, и он довольно длинно говорит, на самом деле то, что говорит Рамбом, он говорит скорее о разуме. Но тут надо понимать одну очень важную току. Рамбом не различает душу и интеллект. Вот просто не различает. И считает, что это одно и то же. И в этом смысле, например, вот та часть человека, которая там пребывает в мире грядущем, это тот же интеллект. То есть, как бы, он не желает различать эти части. По этому поводу, когда вы в течение дня думаете, как бы мне поесть, или о божественном, по Рамбому вы думаете одной душой. Это не смена души, это одна душа. Просто она в данный момент занимается разными делами. То есть, по Рамбому, душа у человека одна. Там можно говорить про ее части, но для, но это нет нужды для этого. Просто потому, что, смотрите, это безумно сложная техническая тема. Вот любой психолог, даже какой бы он ни был современный, все-таки довольно четко различит, что вербальная часть души, интеллекта, то есть то, что вы мыслите словами, вот это очень важный момент. Вот когда кто-то, я не помню, у кого-то из современных психологов я читал очень любопытное замечание. Когда говорить, что человек и животное там пытаются приравнять и сказать, что человек отличается от животного количественно, он умнее, да? Я IQ померил осла или обезьяны и человек. И выяснилось, что у человека IQ там 70 плюс, ну 100 давайте возьмем, у обезьяны только 45. Я не знаю, как они мерят эти 45, я не собираюсь выяснять эту подробность, но при этом давайте попробуем следующее. Попробуем побеседовать, представляете ли себе возможность побеседовать с обезьяной? Вот вести вечернюю беседу за чашкой кофе. Ну ладно, обезьяна, она кофе не пьет, давайте за кружкой пива. Побеседуем о чем-нибудь с обезьяной. И вдруг выясняется, что обезьяна побеседовать не может. То есть разница, она на самом деле качественная. Вот это довольно важный момент. И вот это качественная разница. Давайте еще один пример, по-моему, из той же книжки я его подцепляю. Попробуйте представить себе тигра, который победил своего врага, в знак победы отгрыз ему хвост, приволок к себе берлогу и повесил на стену. В память о великой победе. Мы прекрасно понимаем, что это нереально, потому что тигр не так устроен, чтобы завести себе сувенир в память о победе. Это то, что Рамбом, например, объясняет. Это всегда проблема переводчиков, которые просто плохо понимают. Терминологии просто переводят, а там терминологический термин. Рамбом очень важный пункт есть. Это называется у него коахмедаме, который обычно переводит силы воображения. Но это не сила воображения, это совершенно другое, куда более сильная часть. Это та часть, которая, значит, это комбинация памяти с интеллектуальная воображение, вот это вот коахмедаме, это способность, которая запоминает то, что запечатлено органами чувств после того, как объект исчезнет из области восприятия органа чувств. Ну, память, да? Воображение соединяет некоторое с некоторым, а некоторые с некоторыми разъединяет. То есть получается следующий довольно важный момент, что то, что принято называть урамбово воображение, это память плюс возможность расчленить эту память на элементы. То есть вы, вот это очень важная вещь. Пример опять литературный, но в данном случае взят из литературной части книжки. Вы каким-то образом узнаете кошку, когда она стоит к вам в профиле, когда она стоит к вам анфас. По каким признакам вы признаете, что это одна и та же кошка. И вообще, что это кошка. Они же не похожи. Тем не менее, у вас достаточно расчленена эта кошка, и у вас, и у животных, кстати, тоже, она достаточно расчленена на элементы, чтобы собирать ее в самых разных комбинациях, и чтобы узнавать в кошке кошку. Вот, на самом деле, урамбамы это важнейшая часть интеллекта человека, вот то, что называется коахмадаме, это, обратите внимание, это не интеллект еще, есть интеллектуальная часть, которая занимается анализом, и чисто вербальная вещь. Вот, разница выглядит так. Есть вербальное мышление, словесное, а есть мышление, вот это вот, не словесное мышление. Несловесное мышление состоит из памяти, плюс умение оперировать вот этими образами, независимо друг от друга. И, например, когда он говорит о пророчестве, то он говорит о соединении интеллекта с вот этим, вот то, что называется воображением, невербальным мышлением. Но, еще раз, рамбам считает упорно, что это одна и та же душа. Это один человек, человек един в самых разных своих проявлениях. это вечная проблема, которая всегда есть. Всегда хочется расчленить человека и его сознание, его душу на части. Я напоминаю вам классику по поводу того, что человек, когда грешит, грешит его яцергора, а правильные поступки совершает яцерто. и как бы на суде человек может сказать, ну почему, это же не я грешу, а это вот этот яцергора, вот его судить, а я хороший. На что это похоже, значит, классический мидраж, на слепого и безногого, которые пришли воровать ягоды в сад. И когда их на этом поймали, то безногий сказал, как я мог воровать, я не могу ходить, а слепой сказал, как я могу воровать, я не вижу. Тогда царь приказал посадить безногого на плечи слепого и судил их как одну личность. Вот то же самое, когда вы пытаетесь расчленить человека, это удобно для анализа, но не соответствует факту, не соответствует реальность. Человек все-таки единый организм. вот давайте так, вот Саадия Гаон, когда пишет о душе и теле, говорит совершенно оригинальную концепцию, которая говорит следующее, что душа, когда посылают ее в мир, ей дают в качестве инструмента тела, то есть это не тело получает душу, а душа получает тело, это очень принципиальная позиция. И в этом смысле тело является инструментом души. Там долгое некоторое время душа пытается приспособиться к этому инструменту, инструмент тоже должен все-таки подрасти, стать достаточным, но при этом все-таки единая, это одна душа, которая руководствуется одним телом, она по-разному выведет, но это одно и то же, это разные грани одного и того же. Поэтому прибегать к всевозможным концепциям о том, что человеку вдруг появилась другая душа, не стоит, это неправильно. Есть для тех, кто помнит, я не знаю, говорил я, это есть знаменитый медраж, который, среди всего прочего, это не только медраж, это в каббалистической литературе комментаторов есть, о том, что вот в книге экклезиастов в Кагелоте упоминается старый царь. Так вот, в каббалистической литературе Ецархара принято назвать старым царем. по причине того, что Ецархара как бы рождается раньше Ецартов. Молодой ребенок, который в той же книге Кагелот придет и начнет править, он появляется позже. Это Ецартов. Тем менее, эти два царя и старый и молодой они в одном теле работают. Вопрос всегда о то есть в душе идет борьба, но это борьба на наиских мальчиков. Это внутри одного человека все происходит. Поэтому прибегать к может много чего извиниться в душе, но прибегать к концепциям, что ну если мы не говорим о таких вещах, как дебук и прочих ну редкостных вещах, я не вижу нужды прибегать к идее об изменениях вот таких кардинальных. В основном происходят эволюционные изменения, хотя все мы знаем, что бывает революционные изменения в душе, и бывают люди, которые удостаиваются, ну как написано, что бывает человек, который удостоился райского сада в один день, такое тоже бывает, но это один на тысячу, да, это редкость, вот, а так длинная мрачная работа, ну не мрачная, сложная, постепенная, человек меняется, да, но не сразу, окей, значит, гематрия слова шекель равна гематрии слова нефеш, стоит ли это понимать, буквально я читаю просто вопрос, дзака спасает от смерти, или по слову шекель в данном случае поднимается что-то иное, по слову шекель поднимается именно шекель, совпадает шекель с словом нефеш, шекель, как нетрудно догадаться, это у нас 430, нефеш, как нетрудно догадаться, у нас 430, да, ну, я просто считаю, значит, смотрите, то, что шекель, вспомните, значит, давайте так, гроша, а шекель и нефеш берется из заповеди мы хотим га шекель, из заповеди пол шекеля, ну, пол шекеля священного имеется в виду, то есть, это шекель, да, во времена Талмуда этот пол шекеля равняется шекелю Талмуда, чтобы по серебряному весу просто счет ведем, инфляция, так сказать, на самом деле нет, шекелем в Израиле называли монету, которую греки называли дидрахма, двойная драхма, это просто вес равной половине шекеля Торы. Вот, я напоминаю, вот этот шекель, который собирался, он нечто вроде налога на храм, вот, я люблю там земными такими терминами употреблять, значит, каждый год весь народ Израиля собирал по половине шекеля, и эти пол шекеля, главное их предназначение, это общественные жертвоприношения в храме. Это главное предназначение этих монетов. нетрудно догадаться, что если вы просто посчитаете, сколько это, ежели весь народ Израиля даст по семь, по-моему, грамм серебра, ну, все мужчины, на самом деле, хотя женщины давали, за детей давали, но теоретически только взрослые мужчины должны давать. Но теория, на практике известно, что давали из-за детей и из-за женщин, хотя не обязательно, то мы обнаружили огромные деньги абсолютно. И, например, вот есть отдельный рассказ про то, что, значит, когда сокровищницу, где лежали вот эти шекели на покупку ежедневных жертв, ну, ежедневные жертвы это два барана, да, ну, и все, что к ним прилагается. Есть еще праздники и так далее. Так вот, туда входил представитель патриарха Носи и сверху кидал свою монету для того, чтобы, значит, когда была нужна брать деньги, да, то приходил представитель священников, да, и в корзину нагребал монеты, ну, чтобы их дальше тратить. Так вот, представитель Носи кидал сверху свою монету, чтобы его монета точно участвовала в этих делах. Но, теоретически, идея состоит следующая. Никто не даст больше, никто не даст меньше, потому что, как бы, все равны в тратах на содержание, ну, священников, есть еще содержание священников, да, но не содержание здания храма, это отдельная совершенно касса. И жертвопридащики. Вот здесь все равно, как бы, каждый свою душу выкупает вот за этот шекель, участвуя в общественных жертвах, то есть, вот это тема, та самая тема, когда каждый присоединяется к общению. Поэтому, вот, когда говорится шекель нефеш, то как бы все души Израиля объединяются в храме посредством своих шекелей. Это основной драж, который здесь дается. Другой разговор, что есть каббалистическое вообще-то действие под названием пидьон нефеш, выкуп души, долго рассказывают, как он проводится, он проводится именно с монетами. Там есть процедура как это делается и кто должен делать и как там надо сложить некоторое количество серебряных монет и там не буду, я не буду подробно рассказывать, как это делается, потому как сам я в такие игры не играю. Сразу скажешь, что я все эти каббалистические протоколы никогда в жизни не делал и боюсь трогать. тем не менее есть такая вещь и оно действительно ну вот скажем, наши братья Сефарда очень любят это пидьон нефеш и это да, это есть, это делается обязательно именно серебряными монетами, потому что шейхи. да. То есть дзокам мацель мимавит и как я напоминаю, как говорит по этому поводу Гемара было рак мимавит мишуна эла мимавит отцма и не только от мимавит мишуна это внезапная смерть неестественная смерть я не могу сейчас сейчас я соображу смерть при аварии ну такого рода эла мимавит отцма но и от самой смерти это да это есть но это именно дзок это другая тема уже о дзоке о том как она действительно спасает и я напоминаю вот эту страстишку евреев числу восемнадцать которая является гематрией слова хай да ну вот регулярно дзоку делают кратный восемнадцать это вот по поводу дзока моцель мимавит да это ровно для того чтобы получить еще одну гематрию сюда восемнадцать но это да но это известно что у евреев есть страстишка к этому числу но у них многим числам есть страстишка но это к этому особенно окей окей мэр вот у меня вопрос такой может сложный можете не отвечать по поводу тех людей у которых есть проблемы ну например вы привели беседу с обезьяной но есть люди которые пассивно участвуют в беседе они не могут вам ответить но может они понимают слушайте вы меня извините а вы можете неполиткорректно назвать вещи своими именами что вы имеете ввиду ну людей которые есть какие-то особенности в развитии умственном физическом имеете ввиду олигофрении подобные явления ну и извините моя мама как раз она как раз дефектолог поэтому я к этим отношусь очень спокойно к этим словам потому что ну вы сагатами у меня дома не звучали но я тоже работала с такими детьми и мне интересно вот как душа у них или люди которые близнецы сиамские например ну нет вот такие вещи я даже не знаю сиамские близнецы как мы понимаем это две разных личности это вот вот это знаменитая пара китайсиамских близнецов настоящих они хорошо исследованы это уже 20 век поэтому они хорошо исследованы это разные люди ну насколько разными бывают одни яйцовые близнецы да все-таки близнецы какие бы они не были близнецы они разные и душа у них разная и втягив кто имел дело со взрослыми близнецами отлично знает что они разные мне просто довелось по жизни общаться с братьями ягломами Изи и Кикой двумя математиками известными в Советском Союзе они были близнецами они были разными на самом деле хотя чудовищно похоже даже в старости это разные люди сиамские близнецы тоже разные люди на самом деле это хорошо исследованная тема значит что касается ну давайте так вот обратите внимание здесь начинается та самая проблема у вас в нижней части души не развита оказывается вот например давайте просто врожденная глухота до современных методик современные методики умеют развить человека с врожденной глухотой до свободно интеллектуального уровня что этот человек интеллектуально не уступает человеку врожденно слышащему понятно что он мыслит немножко по-другому потому что на слух закручено довольно много вещей у человека но тем не менее он формально логической части то есть в интеллектуальной вербальной части мыслит вполне то есть вполне полностью как любой слышащий человек но скажем в 19 веке и я еще сталкивался с этим в деревнях в советских деревнях врожденных глухих которых не успевали правильно диагностировать достаточно рано там требуется ранняя диагностика для нормального развития то есть желательно скажем в три года там где-то последний срок можно чуть-чуть позже но скажем но раньше но но всем уже поздно уже тяжело можно работать но очень тяжело вот все эти люди они вот эти которыми не занимались они им смело можно ставить умственную отсталость которая там и была ну естественно а как по-другому ежели человек интеллектуально не развивается потому что он же развивается через речь люди все какие бы они ни по этому поводу что там с душой это действительно проблема потому что обсуждать душу недееспособную мы не можем и в этом смысле я напоминаю что там понятие недееспособности в еврейской законе есть хорошо разобранная там малолетний безумный и врожденно-глухой как раз именно это имеется ввиду они еще не умели с ними работать еще раз это 19 век только начали научились что-то с этим делать и это действительно большое благо но как бы говорилось что они не под суду земному суду ну вот давайте обсуждать детей недееспособные дети недееспособны не потому что глупы а потому что не умеют не владеют своими желаниями у них на самом деле основная проблема детей это волевая часть и умение правильно направить свою волевую часть и способность принимать решения правила у детей они слишком подвержены текущим желаниям и плохо умеют их ограничить обычно оказывается главная эта проблема вот когда говорится да то я хочу опять внимательно читать еврейские тексты тогда там где говорится да то регулярно кроме может иметься интеллект а может имеется ввиду выливая именно здравый ум совершенно другая вещь не интеллект а здравый ум поэтому обсуждать устройство души низшая душа довольно сильно повреждена в том смысле что она не развита низшая часть что с высшей частью очень трудно судить она все таки тоже к чему-то подключена и она что-то делает и это любопытный такой момент который надо думать вот я как бы но я хочу заметить что факт наличия у них души доказывается очень просто с точки зрения еврейской в уголовном праве убийство недееспособного рассматривается как убийство причем никаких сомнений в том что это убийство то есть их не считают животных считают людьми полноценно теоретически полноценно живыми людьми и по-моему это доказательство а может это быть инструментом как для того чтобы у других людей развить вот такие качества какие-то я очень боюсь говорить на эти темы зачем это тот самый вопрос я напоминаю сказал Давид Гамелох я все знаю я только не понимаю зачем ты создал по-моему комара и паука вот обсуждение зачем что-то создано в этом мире ну я как бы не решаюсь касаться этой темы просто потому что просто не решаюсь для меня эта тема слишком сложна душа в теле тоже развивается не просто она находится в нем использует тело как инструмент ну смотрите если когда мы говорим про Сааде Гаона то я напоминаю что функция души что как бы у Сааде Гаона концепция которая мне безумно нравится я вообще очень люблю Сааде Гаона он занудный но он очень еврейский если вам как бы нужно знать что думает Экдеизм это вопрос лучше всего читать Сааде Гаона он очень еврейский он пытается философствовать но все равно остается очень сильным и он когда говорит о том зачем душа приходит в этот мир то он говорит буквально следующее что как бы Всевышний земной жизнью изготавливает душу вот душа приходит в этот мир новенькой блестящей да как бы заготовкой вот представьте себе заготовку для монетки да а прожив эту жизнь она попадает туда куда ей надо и это именно и есть то ради чего вся эта затея то есть по Сааде Гаона земля это такая фабрика по производству душ сюда заводят заготовку а отсюда уходит готовый продукт мне безумно нравится то что он написал там и я как бы не могу найти источники всех этих дел и после него я не видел чтобы кто-то развивал эту веку но мне кажется что это очень правильный подход и естественно то есть мы видим что именно развитие души в этом мире является целью проживая в жизни поэтому конечно душа развивается и по Сааде и Гаону которому я в этом вопросе полностью доверяю это и есть цель да вот это я имела ввиду а какую книгу или какой источник или какой источник вы позавите Раф Сааде Гаон в данном случае я ссылаюсь на Эммунут Вдеот книга верования и мнений она есть на русском языке я точно знаю что ее перевели на русский язык и издали в книжниках я не видел ее к сожалению на русском языке для меня эти книги почему-то не доходят но я знаю что она издана эта книга а так как Раф Сааде Гаон первый еврейский философ именно человек которому можно применить слово философ он по времени просто первый он умер в 948 году или 942 где-то вот так значит и его книга еще раз ее тяжело читать не куча народу жаловались что ее тяжело читать но я я просто люблю эту книгу ровно потому что он очень он очень еврейский автор он двумя ногами на он может быть слабый философ но очень сильный еврейский и вот это его концепции там 3 или 4 они на мой вкус безумно сильны и очень хороши я советую попробовать ее читать но опять если у вас душа лежит к таким вот восточным рассуждениям длинным то тут уж ничего не поделаешь найдите кого-нибудь другого это вопросы к чему лежит душа к каким авторам лежит душа к каким ну то что вы сказали мне очень лежит душа а это еще раз повторите название книги я не знаю как перевели название дело в том что там значит ее переводят на другие языка значит на иврит это название книги переводят она на арабском у нее оригинал арабский значит на иврит ее переводят эмунот в эдеот это традиционное название никогда ни один переводчик не меняет название эмунот это верование да в эдеот это мнение книга верование и мнение на самом деле у меня эта книга издания Рава Капаха лежит она с параллельным арабским текстом. Но при этом это еврейский арабский текст, он такой же, как и Идиш, пишется по-арабски, но еврейскими буквами. Ну, как Ладино пишется по-испански, но еврейскими буквами. Ну, испанский с кучей разными. Насколько Ладино ушло от испанского, и насколько Идиш ушел от немецкого. Значит, она написана на еврейском арабском, эта книга, еврейскими буквами с самого начала. Значит, и оригинал у нее называется, ну, я не буду читать по-арабски, значит, избранная о верованиях и убеждениях. Правильный перевод верования и убеждения. Правильный перевод. Но так как на ибрид это переведено эмунот-выдоот, вера и мнение, то, или вера и знание, как хотите, но правильный перевод будет не знание, а убеждение. Значит, я надеюсь, что на русский ее перевели, не углубляясь вот в эту филологию, которую я сейчас дарился, до того, чтобы в вреде нет слова убеждения, просто слова такого нет, даже в современном языке. А то, что есть совершенно какое-то, это, мы шухна, я убежден, да? Я охохот, охохот. Охохот. Охохот – это доказательство. А это доказательство, да. А убеждение, ты говоришь? Мышухна. Я мышухна. Ну, мышухна, да. Да, но это вас, меня убедили. Но дело в том, что шихнуа – это убеждение другого. Нету хорошего слова. Это очень важно. Отсутствие, выберите такого слова, оно очень мешает. А в арабском такое слово есть. И, например, Рамбам в арабских текциях этим словом очень любят пользоваться. Он не шухна. И здесь есть вот, я люблю приводить этот пример, и он очень хороший. Значит, в классический перевод книги заповедей, первая заповедь, книги заповедей Рамбама, написано, что значит значит начинается первый классический перевод книги заповедей с цифрами Рамбама говорит, что есть заповедь верить, что существует Бог. Ну, я сокращаю. Значит, но Мишне Тора написано сразу на иврите. Вот это важная особенность. Цифр Митцвод написано по-арабски, тем же вот арабским, в смысле еврейским арабским. и там ее надо переводить на иври. И ее традиционно переводят первая заповедь знать, верить, что есть Бог. но Мишне Тора начинается со следующего. Основа основ и стол всех наук знать еда, ладад, что есть существует Бог. Вот это любопытно, потому что отсюда начинается действительно, ее еще начинает Нахмонит, длинное обсуждение о взаимоотношении знаний и веры. Но дело в том, что если вы обратитесь к арабскому оригиналу «Снеги заповедей», то там стоит слово то самое «быть убежденным». То есть первая заповедь «быть убежденным, что существует Бог». На иврит араба выясняется, что не знает нужного слова и берет слово лада «знать». На самом деле он читал Саадию Гаон, это можно доказать, он с ним слишком часто спорит, это можно доказать, что он знает, хотя не ссылается на него никогда. Саадия Гаон говорит о том, что убеждения бывают двух, два источника убеждений. Одно основанное на доказанном знании, одно основанное на доверии к другим. То есть как бы вера есть доказанное это знание, убеждение есть в результате, то есть есть два источника убеждений, доказанное знание и то, что вы приняли по традиции и просто принимаете на веру. скажем, те, кто не зубные врачи, знают, что у человека 32 зуба. Вот сколько народу считали, сколько у них зубов? Вы просто доверяете книгам, где написано, что у взрослого человека 32 зуба, да? Пересчитывать никто не находит нужно. А когда там в средневековых книгах читают, что у мужчины 32 зуба, а у женщины 30, то это регулярно там написано, то как-то каждый раз задается вопрос, слушай, а никому не приходило в голову сказать, милая, сколько у тебя зубов? Посчитай, Или посчитай, сколько у тебя зубов. они сами считали? На каком основании это говорят? Они считали? Они где-то это прочли. А, то есть они сами не считали? Конечно, они где-то это прочли, повторяют и приняли на веру то, что прошли в другой книге. Но я же не проверяю все, что читаю. Ребята, ну не могу я все проверить, что читаю. Вот мне говорят люди, которые говорят, что они профессионалы и знают, сколько у человека зубов. А может быть, кто-то посчитал, скажем, у девушки лет 20, когда еще зубы мудрости прорезалось два, а не четыре. Там же есть зубы мудрости. Он посчитал 17-летней там 18-летней девушке и обнаружил, что у нее только 30 зубов. Но еще не выросла пара. Зубы мудрости же прорезаются поздно. Послушай, ну вообще было бы правильно ввести пересчет зубов перед свадьбой у двух сторон на самом деле. Это разумно, я считаю. Да, что потом не было женения. Люди не знают на скольких зубах они женятся вообще говоря. Да, да, да. И потом отчитываться, что с ними случилось. какие зубы мудрости уже вытирают. Говорят, зуб за зуб. А если у нее меньше зубов, так как бы у нее на самом деле у нее зуб больше весит. Вы что, на зубах женитесь? Это что-то новенькое. Это что-то новенькое. Да. Вот. Но я просто пытаюсь сказать одну простую вещь. То, что Садя говорит, что как бы есть два источника убеждения. Рамбом как раз сторонник, что верование, убеждение у интеллектуального человека все должны быть построены на доказательствах, должно быть интеллектуально доказано. Если я что-то говорю, я умею это доказать. Но это рамбом. На самом деле куча вещей я принимаю просто на веру и воспринимаю что-то по традиции, что-то, потому что я считаю, что этот человек достоин доверия. Если он говорит, то значит это так и есть. Но так устроен этот мир. По этому поводу вот эта книжка, я вернусь теперь. Так вот, книжка «Верование и мнение» традиционно, я считаю, что так правильно переводить это название, хотя оговориться, что имеется в виду верование и убеждение, конечно же, правильно понимаю. в русском языке все-таки есть нужное слово убеждение. Например, кстати, вот в конце седура, когда в некоторых седурах приведено, что человек должен произносить 13 догматов рамбома, и они все начинаются, они «Маамин баимуна шлема ба», «Я верю полной верой в то-то, то-то и то-то». То, что Всевышний один, то, что у него «Я веру полной верой», правильно было бы переведить «Я убежден совершенным убеждением в том, что Всевышний один», или «Я убежден совершенным убеждением в том, что Всевышний знает все дела человечества». То есть, там вот такой правильный оттенок и так у рамбома в Паркхелек в главе, в предисловии к 9 главе трактата Сангидри. Он тоже на арабском написано, поэтому там именно это слово. А почему он тогда не пишет «Анию деа», почему он пишет «Анима миа»? Это же переводчики. Рамбом не пишет, рамбом нигде не пишет «Анима миа». То, что он пишет в Мишне Тору, он наоборот пишет «знать, что есть существует, некто первый сущен, и он наделяет существованием все существующее». То есть, я убежден совершенным убеждением в том, что существует Творец. Рамбом вопрос, насколько доказана это мое убеждение, или это мое убеждение, построенное на вере, или это мое убеждение, построенное на доверии традиции, или это мое убеждение, построенное на каких-то рассуждениях. Это же вопрос третий. Но Рамбам считает, что правильно, и это путь к верхам, к душевным верхам, возможности достичь пророчества, именно интеллектуально убежденность в таких вопросах, именно умение теологически доказать существование Творца. Но Рамбам считает, что это правильно. Это убежденность Рамбам в этом вопросе. Например, Хиздай Крескос считает, что так как человеку нельзя приказать верить или не верить, то это не власти человека, поэтому не может быть заповеди верить в существование всего. Но это его мнение. Кстати, это Рамба, это мнение до Хиздай Крескоса, Рабину Ицеки, не Искуси, а Курносова. Малая книга заповедей. Но есть такая книга, и, например, Нахмани, Траби Машебен Нахман, младший современник Рамбама, старательно именно это доказывать, что не может быть заповедей верить в Бога, потому что вера – это не та вещь, которой можно приказать верить или не верить. Поэтому повеление верить, оно, знаете ли, с точки зрения Малой книги заповедей и Рамбу Хиздай Крескоса, оно ни в какие ворота не лезет. Но это их точка зрения. Рамбус считает, что для этого у вас есть интеллект, и вы можете это доказать или, по крайней мере, убедить себя как минимум. То есть, получается, я извиняюсь, что вопрос существования Бога – это вопрос знания, а не веры? С точки зрения Рамбама – да. Если это так, то хотя бы одно доказательство, я не знаю, знания, что Бог существует. Ну, у Рамбам приводят чисто аристотелевское доказательство, но, к сожалению, его доказательство построено на физике Аристотеля, которое, ну, по современным представлениям, не лезет ни в какие ворота. То есть, она просто, ну, Галилей, собственно, Галилей опровергнул всю физику Аристотеля. Обратите внимание. Две тысячи лет ушло на то, чтобы эту физику опровергнуть. Но доказательство, правда, мы целиком построены на физике Аристотеля. Понятно. А ваше личное мнение, вопрос существования Бога – это вопрос знания или вопрос веры? Я в данном вопросе придерживаюсь точки зрения ни того, ни другого, а точки зрения Еуды Галилеви, который утверждает, что вера или не вера в Бога – это вопрос личного опыта. Он говорит по поводу того, что почему народ... Вот вспомните первую заповедь из Деколога, из Десяти заповедей. Значит, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли, из Деколога. Еще Меграш говорит, не сказано, я Господь Бог, который создал небо и землю, да? А сказано, который вывел тебя из земли. Почему так? Ответ – потому что ты со мной, то поколение, к которому мы обратились в первый раз, ты лично со мной знаком. Это твой опыт. Это твой личный мистический опыт. Ты это знаешь не в силу интеллектуальной, не в силу доверия, а в силу своего опыта. По этому поводу мы либо опираемся на этот опыт и говорим, что это опыт моих предков, я верю в Бога, потому что это опыт моих предков, которые с ним встречались, либо это мой личный опыт какого-то мистического видения мира. Но если это мой личный опыт, я не могу его доказать передать другому, потому что поделиться своим опытом с другим я не могу. Ну, тут же речь идет не о личном опыте, а о том, что это видели шишимры Бог. Правильно, но тогда вы опираетесь просто на традицию, которая говорит, что есть люди, я верю, я знаю, что есть опыт 600 тысяч людей, у которых был личный опыт общения с Богом. Окей? Вы принимаете это в качестве доказательства? Если да, тогда пошли дальше. Ну, лично я да. Доказательства на уровне физики этого мира. Что вы называете? Тут же начинается, мы входим в некоторую тонкую вещь, которая требует хорошей подготовки нас, по-моему. То есть, может быть, я что-то не понимаю. А именно, что вы считаете доказательством? Тут надо договориться о том, что такое доказательство. Таких вопросов. Что вы примете в качестве доказательства? Ведь мы вначале, прежде чем начинаем спорить, вот когда в средние века проходил теологический диспут, то все стороны знали, что является доказательством, а что нет. И зрители, которые собирались, они тоже знали, что доказательством, они могли оценить, что доказательством, а что нет. У них были некоторые правила, как это делается. Это была какая-то договоренность, что будет доказательством. Вот то же самое, что будет, когда мы такие вещи обсуждаем, что является доказательством, а что нет. Что вас убедит в том, что я буду утверждать? Каким образом вы хотите, чтобы я доказывал? Главная проблема оказывается в том, что нас двое. То, что для меня доказательством, мне нужно с вами договориться, что это для вас тоже доказательство. Мэйр, да я не спрашивал про доказательство, мне-то ничего не нужно. Я спросил, как вы, ваше личное мнение, что может быть? Я основываюсь на личном опыте своем и своих предков. А можно вопрос, Лиха, можно вопрос? А вот организация движения, которая себя назвала Хаббат, Кохма-Бенадад, да? То есть, что ум, рассудок, интеллект, они тем самым хотят как бы просто снять это обсуждение вообще? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Дело в том, что куча народу просто не догадываются одной очень важной вещи. Это связано с историей хасидизма. Вопрос о сфере даат. Что такое сфера даат? Обычно Хахма и Бена, когда мы переводим на язык психологии эти две сферы, мы говорим про анализ и синтез. Как бы, либо Бена – это инструментальное знание, практическое знание, а Хахма – это как бы знание более... Мудрость, ну, типа мудрость. Типа мудрость, да. Теперь вопрос со сферы даат. Что такое даат в этой истории? Существует две каббалистических схемы. По одной сфера даат существует. И она является тем же, что и сфера Тиферет на следующем уровне, между Гвурой и Хэсидом. Это гармония. Тиферет – это гармония. И обратите внимание, что в этой концепции гармония у всех есть обязательность. Здесь нет спорта. И, скажем, шесть нижних сферотов, они регулярно выступают в виде комплекса. В виде комплекса, в виде комплекса вместе и гармонии является отдельной силой. Вот это очень вещь, которую я не понимаю, почему куча народа не замечают. А это действительно потрясающий полет мысли. Потому что если Хэсид давать, и Гвура защищать, то гармония между ними – это отдельная сила. Это не их сочетание. А вам нужна гармонизирующая сила. Вот есть сила дать, есть сила удержать, и есть сила гармонично их пользоваться. Это сила. Это вещь, которую куча народу просто не оценивает, насколько это сильное утверждение. Причем Тиферет обычно является таким гармонизатором для трех нижних тоже сферот, которые по нижней. Теперь вопрос о верхнем ряде, там, где Хахма и Бина. Вопрос, значит, между тремя нижними – «нецах и Год» – это вечность и пространство. Ну вот я грубо перевожу. У них есть гармонизирующая часть отношения вопроса пространства и времени, язык, который называется «Есот», фундамент. Это гармонизирующая начало. Оказывается, там должна быть еще одна сила гармонизирующая. Вопрос, есть ли гармонизирующая сила между Хахма и Бина? Вот скажите, пожалуйста, вот теперь начинать самое важное. У вас есть мудрость и инструментальный разум, да, практический разум. Common sense – здравый смысл. Вопрос, нужна ли сила гармонизирующая их? Или это та же гармония, которая часть сферотиферот? То есть, является ли даат независимой, вот это даат – это уже знание, да, является ли даат независимой сферой или псевдосферой? То есть, интеллект – это комбинация мудрости с анализом, да, мудрости с интеллектом, давайте так скажем, который гармонизирует со всем комплексом через сферотиферой. Или должно быть еще какое-то гармонизирующая вещь. И у ранних каббалистов довольно часто говорится про псевдосферу, да. Она псевдопотому, что она является собой наше представление о мире. И вот она может оказаться крайне черной, эта сфера. В том смысле, что человек проваливается в какое-то построение мира и живет не в реальном мире, а в интеллектуально построенном мире. То есть, это интеллект, негармонизированный с нижними частями. И в этом смысле, да, это опасная сфера. Но есть схема так, и, да, схема, вот такая схема называется хагат. Или хагас. Хохма гвурати ферет. То есть, работаем мы с тремя нижними, а верхние сферы, они как бы выше нас. И они подспорят. Значит, система, которая начинается высоко с независимого дата, называется хабад. И отсюда название. Есть большой спор о том, какой из схем придерживался Бэш. Но куча польского хасидизма, именно польского, и украинского, оно именно в схеме хагат, а не в системе хабада. Я не собираюсь выяснять, кто из них прав. Хотя я хочу заметить, что есть достаточное доказательство, что у хабада обычно традиция хасидская очень хорошая. Есть доказательство. Но, например, Сидур хабада, он, после того, как найден был, Сидур, написанный под контролем Бэшта, он самый хасидский из всех хасид. Он выдержал именно в соответствии с Бэш. И это доказано. Это очень важно. Есть источник, есть рукопись, которая это доказывает. На которой есть колофон, кто когда написал, и по чьим указаниям. Там нет никаких сомнений о том, с чем мы... Колофон – это приписка в конце, которая говорит, кто исполнил эту рукопись, кто переписчик. Это приписка в конце, обычно. На ней есть такая приписка. Значит, но... Вопрос теперь, вот этот интеллект, комбинированный или прямой. У хабада именно он считает, что... И я согласен с тем, что эта программа... Фуф. Я сейчас начинаю говорить просто непонятно. Дело в том, что... Дайте я попробую по-другому сказать. Можно я попробую по-другому все это вспомнить? Дело в том, что хасидизм бештовский, он возник не на пустом месте. И хасидизм с самого начала, то самое не пустое место. Я могу рассказать, это действительно любопытнейшая история, что было перед бештовским хасидизмом, перед рабей Сраэлем Балшинтом. И почему это так сложилось? У него было некоторое начало, очень важно. И это начало, которое предхасидское, и рабе Сраэль Балшинтов, имел к нему прямое отношение, что можно доказать. Это очень важно, что это можно доказать. Он имел огромную просветительскую программу. А именно распространение каббалистических знаний среди простого народа. В основании ее стояли каббалисты у этой школы. И программа Бэшта включала в себя мощнейшее просвещение всего народа. Именно каббалистические дела. Просветительская программа. Но просвещение именно не литовское. Нет, нет, каббалистическое. Я могу рассказать. Дело в том, что предысторию хасидов, обычную историю хасидов начинают с Балшинтова. Это ошибка. Но это не ошибка. Это просто пропуск важнейшего элемента, чтобы понять, что такое бэштовский хасидизм. Нужно знать, что было перед ним. А это орден Ламы Твабников, который был. Ну, орден, я его просто-тыради называю по типу европейский, принятый в Европе. Но это был орден Ламы Твабников, 36-й праведников. Это название, 36 праведников, куда более старая концепция, чем этот орден. Но этот орден, корни его начинаются с раби-ягуды хасида, с немецких хасидов. Были такие, это отдельный термин, хасидешки. Не путать с бэштом, это разные явления. Но он начинается там, продолжается подводным образом до бэшта, и бэшт вдруг неожиданно вот это довольно подводное течение иудаизма, связанное с каббалистическими всеми делами, пытается претворить образовательную программу. Но выяснилось следующее, что среди учеников, ну, не бэшта, а учеников его учеников, Межерич Магетт был его преемником, но недолго, он недолго же, среди его учеников возникло как бы два течения. Одно из которых мощнейшим образом продолжало развивать вот эту образовательную программу, и это хаббат. Хаббат как раз никогда не останавливал образовательные программы, затеянные орденом Ламы Квады. О которой мечтал, точнее, этот орден. Отсюда даат, знания для них, это очень концептуальная вещь, и это важнейшая вещь, которая продолжает исходную идею хасидизма до предхасидизма. Польский хасидизм обратился очень сильно к чувствам и говорил о служении Богу душой, а не разумом. Отсюда противопоставление, которое играет. Не то, что польский хасидизм не опирался на разум. Почитайте любые книги, хасидские книги, и вы обнаружите, что все они оперируют одними и теми же понятиями. Вопрос, сколько и в каких количествах. И насколько предполагается залезать в дебри кабалы, кабалистических базовых представлений. Хаббат очень активно, обратите внимание. Вот давайте я какой-нибудь пример предберу. У Бэшта одна из важнейших тем его книг, это вопрос цинцума такой есть. Очень важный вопрос в кабале и в еврейской философии. У хаббата это один из центральных вопросов, который любой хаббатник, вот возьмите его за душу, и он вам немедленно начнет говорить про цинцума. Возьмите представителя другого хасидизма, и вы выясните, что про цинцума они говорят очень мало. Они знают, что такое они говорят, о нем, но там это просвещенная часть. То есть как бы это две очень разных движения оказываются. Поэтому когда хаббат говорит про интеллект, то он на самом деле очень сильно говорит про каббалистический интеллект. Он говорит именно про знания, которые с точки зрения, я бы сказал, бешта в том числе, надо распространять среди всех, а не только среди посвященных людей. Это такой, ну, очень важный момент в этой истории. По этому поводу, когда вы слышите хаббат слово даат, знание, да, но знание в высокой степени, то они имеют в виду то, что эти знания нужно владеть и эти знания нужно распространять. Обратите внимание, что остальные хасиды действуют совершенно по-другому. Но посмотрите на Брасловских как-то. Они ездят и песенки поют по Израиле. Ну, то в Израиле был, видят, как время от времени по городу ездит какой-нибудь автобус, у которого сделана прочная крыша, на которой можно посадить ребяток, которые будут плясать и петь. Это Браслов. Скажи, а дат, дат, все-таки, ну, такой самый, не знаю, тривиальный вопрос. Евритское слово, которое переводится слово религия, правильно? Дат. Дат и дат это разные слова. А что такое дат? Дат это далет тав. Далет тав это вообще арабское слово, извините, персидское слово я оговорился. Это персидское слово, оно первый раз появляется в книге Эстер, в дат не тнан бы Шушанга Бера, и закон был, и указ был издан в цитадели Шушана, значит, в шушанском Кремле, давайте так, слово Бера это Кремль, это укрепленная часть города, цитадель. Значит, дат это указ просто царский, это слово персидское, и закон. И на самом деле, вот я всегда говорил это, что когда еврей задает вопрос, какой ты религии, он задает вопрос, из-за дат ата, какого ты закона. А вот когда христианин задает вопрос, какой ты религии, он спрашивает, какой ты веры. И это большая разница. Понятия религиозного вообще, как бы получается, что нет. Акт религиозный, акт у еврея, это исполнение закона, я напоминаю, исполнение заповедей, да? Да. Религиозный акт христианина, это акт веры, я уж, как хотите, так и понимаете, что это значит. То есть, главный религиозный акт, они различаются настолько принципиально о том, что является душой религии, да? Да. Но я напоминаю, что слово религия в переводе с латыни означает связь. Связь с высшими силами, связь с Богом. Для тех, кто там музыку знает или медицину, слово лига. Да? Да. Объединение нот в музыке или гатура в медицине, в хирургии. Мир, добрый вечер. У меня вот другого рода вопрос. Что делать с православным именем, которое было дано при крещении? Причем оно не торевируется в настоящем. Вот если какая-нибудь Елизавета, то это еврейское имя. Нет, Виктория, а при крещении дали Веренея. Это совершенно разные имена. Веренея Виктория? Ну, я подозреваю, что половина Ты крестить-то он меня не хотел. Эждат Ламо. Это хороший вопрос про Эждат Ламо, но я думаю, что это неправильное понимание. Там сложное место. Я просто отвечаю на еще один вопрос. Значит, послушайте, Веменг Эзер это Шульхан Арух в части Семейного кодекса. Ну, Семейный кодекс и повседневные там законы Шхиты, Кашрута, Траура и очень много про семейные части. Там огромная семейная часть. Там всегда есть, там, где законы развода или КТУБЫ, есть обязательное приложение список имен. Потому что в документах имена нужно писать правильно. И там приведены списки, какие имена писать. Значит, есть список мужских имен и список женских имен. И их он там регулярно пополняется, его все комментаторы дают свои списки. Ну, там довольно ваше, например, имя Моше надо писать без вала. Ну, вот как писать, да? Ну, вот такие вещи. Там имя Исахара надо писать с двумя семьями, хотя звучит один. Ну, и тому подобные вещи. Так вот, посмотрите как-нибудь список женских имен. Там еврейских имен ничтожное количество. Там все имена заимствованы. Это нормально, абсолютно. Там очень много заимствованных имен. есть есть вербанутие, у меня дома нет этой программы, но я в университете там на одном из компьютеров она стояла. Большой справочник по именам, огромный справочник, в чем разных стран, с уточнением, что если это имя из такой-то страны, то пишется так, а из такой-то страны так. Там такие уточнения могут быть. Нет, я извиняюсь, я вас прерву. Тут вопрос духовный. Понимаете, мало того, что они крест накладывают, они еще имя великомученицы накладывают. Меня это не устраивает вообще. Ну, договорились, но поймите простую вещь. У них среди великомучеников полно еврейских имен. И дальше вопрос, если вас это имя не устраивает, то вы его меняете на что-нибудь, что вам больше нравится. Но, скажем... Меня не устраивает. Я 37 лет с этим именем промучилась. Я извиняюсь, как великомученица. С именем Виктория? Нет, Веренея. С Викторией у меня все хорошо. Ну, и хорошо, но вас зовут... Если вас все знакомы зовут Виктория, то вас зовут Виктория. В чем проблема? А имя Прекрещения дали Веренея. Ну, пусть дали, но вы им не пользуетесь. Все, забыли. О, окей. Ой, спасибо. Это не ваше имя, вы себя не отождествляете. Я вообще не ассоциирую, но мало того... Ну, и что вы с ним делаете? Вы с ним забыли и поехали дальше. Теперь опасно, если кто-нибудь у нас бретнет верение, и оно теперь-то открылось, послушай. Зря сказала. Виктория, Мейер объясняла в уроке про то, что если не используется имя, оно как будто и нет его. И имя, которое... А жизнь-то меняется. А жизнь-то крестом наложена все равно, и как только ты переосознаешь, перечувствуешь это, это имя начинает просто тяготить. Ну, хорошо, но поймите, тяготит не имя, вы ошибаетесь в этом пункте. Тяготит крещение. Это совершенно разные вещи. Тяготит... Это память о некоторых событиях в вашей жизни, с которым, ну, как-то надо суметь жить дальше. Вы уж поверьте, значит, вот, например, знаменитый комментатор Рамбома, этот самый... Сейчас. Эфоди. Как-как? Эфоди. Окей. Он ведь у нас... Еще раз, как Эфоди? Эфоди. Это подпись его. Современный? Современный? Нет, 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 классический, старый, древний. Значит, значит, по этому поводу... Эфоди на самом деле я даже его имя не рискну произнести вслух, мне надо еще поискать, как его на самом деле зовут. Он вообще крещеный человек, он из маранов испанских и имя у него хорошо, если не бонависта. Что такое? Я могу сейчас поискать, как правильно его зовут, но как бы, ну, лень, но хотите, поищу. Но имя у него то еще, значит, и ничего, полный классик. Он переехал, когда уехал из Испании, по-моему, даже не стал менять имя, если я правильно помню его проделки, парфейт Дуран. Парфейт это имя. Пэрофият. Пэрофият Дуран. Дуран это фамилия, это известный очень род Дуранов или Ибн Дуранов, обычно просто Дуранов. А Эфоди, потому что, вот, почему Эфоди? Он подписывал книги, буквально так, они профият Дуран. Они Аллаф профият Пэй, Дуран Далат. Отсюда становится Эфоди. Более того, он не с рождения же стал профиятом, а он, там был акт крещения, где он под давлением просто принял крещение, и потом, когда он сбежал из Испании, вот, то дальше он с этим, ну, как-то жил, научился с этим жить. Значит, да, я правильно понял, что он Бонафиде. Это Бонафиде, это, кстати, шутка замечательная. Человек, который сменил веру, получил имя Бонафиде, Бона, Добрый, Фиде, Вера, Доброверный. Это человек, который сменил веру. Потом он, значит, да, при этом, что отдельно приятно про него, по-моему, он даже из Испании не нашел нужным сбежать. Так и жил всю жизнь в Испании, притворялся христианином, сам писал еврейские книжки и ничего. Значит, этот Бонафиде наш доброверный, имя, полученное прикрещение. Но, правда, еще раз, при рождении он профия, тогда в Испании давали нееврейские имена, ну, там, типа Бонастрюк, там, этих из известных наших еврейских героев. Он Муше, на самом деле, все книги подписаны Муше. Бонастрюк – это добрая звезда, но тоже Вона начало, да, Астрюк – звезда. Так что, там, знаменитый Раф Тодорос Галеви, то есть, поймите, бывают, были эпохи, когда довольно спокойно относились к нееврейским именам, и понятно, что имя, полученное при крещении, это самое, я не могу запомнить, это чудовищное имя, не Пантелят, а как там, Профият. Прокофьев, что ли, ну, что-то там душе. Я неспокоен, не способен запомнить имя Профият, первый раз, он единственный человек, которого я с этим именем знаю. Но, тем не менее, он не подписывал в своей книге, естественно, именем Бонафиде, подписывал Профият и Нича. У него, по-моему, даже другое, а, нет, есть, было, у него было другое имя, у него было имя, полученное приобрезание, он Ицхак, кстати. Но об этом, по-моему, никто толком даже не знает, кроме составителей энциклопедии. Так что, бывает. Он как-то с этим жил, классик, между прочим, полный, еврейский. Один из трудов, который он умудрился написать, живя в Испании, якобы христианином, это какой-то пасху на христианскую веру. Никак. И ничего. Нет, Мейер, просто в один прекрасный момент, когда начала уже иудаизмом заниматься, я, честное слово, я расплакалась, думаю, ну ничего себе, мало того, что они мне крест поставили, но, поймите, не то, что... Ну, естественно, я тоже не училась. Ну, тот, кто помнит свои грехи, тому Всевышний их забывает. Я могу только вас этим утешить. Окей? Мейер, а можно вернуться без... Я извиняюсь, вы закончили? Можно вернуться без... Я что-то пропустил, вот, может, я пропустил, или вы мне это сказали. Каким образом современные хасиды вот пришли, что у них все же, по-моему, больше чувства, чем знания, нет, или я ошибаюсь? Это зависит от школы. Это по-разному, в разных школах. В Хабаде это не так? В Хабаде больше... Хабад чуть что начинает учить Танью и Содга Цунцу. А то, что это... А, это Брасловский хасиды. Это Брасловский, но Браслов это отдельная тема. Браслов, он всегда традиционно среди хасидов считался чем-то, среди всех направлений хасидских считался чем-то совершенно отдельным. ни на что не похожим. Он с самого начала шел весьма отдельно. Все-таки Раф Нахман, он у нас правнук Бэшта, да? Да. Вот. И он как бы основывал нечто очень свое. я даже не знаю насколько он считал себя связанным с Бэштом. Потому что он больше себя связывал с своим другим прадедом это Раби Нахманом из Городенки. Это литовское направление. Нет. Раби Нахман из Городенки это не литовское. Это ученик Бэшта. Он стал учеником Бэшта уже состоявшимся полностью человеком. Я принимал его не сразу. Я сейчас помню, что у него какое-то направление литовское тоже какое-то он. Нет, нет, нет. Раби Нахман он с подопекой своего дяди Раби Боруха из Меджипа уже. Значит, которым они друг друга терпеть не могли, кстати. Впоследствии друг про друга много чего наговорили. Но Брасловский Раби настолько ни на кого не похож. больше. Вплоть до того, что, собственно говоря, куча вещей, которые Раби Нахман... Значит, Раби Нахман из Браслова умер в 1807, по-моему, году. Но экзистенционализм он полностью уже предначертал. А он возникнет только после этого самого. Так говорил цернатуру после Ницше. То есть это на сколько обогнать время? Насколько обогнать время? Это уникально обогнал время. Совершенно необычный мыслитель и полностью экзистенциальный, то есть при том, что тогда даже не пахло таким подходом к миру, таким взглядом на мир. Он полностью экзистенциален и он и соответственно вы представьте себе хасидизм на экзистенциальных началах построен. Не на интеллектуальных, а именно на экзистенциальных. Совершенно не похоже ни на что. Да, то есть я неправильно, то есть хаббатники современные еще в основе знаний, не только тани, я думаю, что они все тогда изучают, да? То есть как... Если вы читали Ликутей Тора, Альтер-Ребе. Альтер-Ребе это вообще он из Лядов. Это прямые родственники, мои корни из Лядов, поэтому я даже в молодости не имею никакого тедеизма, у меня эта книжка стояла. Это вы обнаружите, что она на книгу Тани не похожа. Интересно. Просто не похожа, как будто разные люди писали. Ну, честно говоря, не изучал так. пролистывал только. Так что вот так. Спасибо. Ну, итак, ну что, в следующий раз про дохоседизм рассказать, там действительно ... Да, да, очень интересно. Это было здорово. Это великолепно. Программа главников стоит... Я ничего про это даже не слышал вообще, то есть мне было очень интересно. Синь, какие твои годы, послушай. Да, на том, позвоним, я тебе написал, ладно, там есть административный... Нет проблем. Нет проблем. Спасибо. Вот. Ну, тогда в следующий раз сначала хаседизма, до бештовских хаседизм, ну и бештовский тоже, но в общем до бештовского. Спасибо большое. Просто вообще браво. Потому что действительно достойно, ну, это есть чего изучать, есть чего узнавать, потому что вы удивитесь, что мир выглядел не совсем так, как принято думать в куче всяких мест неправильных. Мир выглядел по-другому. Спасибо большое. Просто браво. Мне кажется, уроки Мейера, я думаю, народ согласится, они потрясающие. Почему? Потому что... Супер. Энциклопедические знания со всех сторон. В какой момент ты не ткнешь, в какое направление ты не поведешь, ну, как бы, это лес, расходящийся, как там был, парк, или сад расходящихся тропинок. То есть, на самом деле, это не важно в тропинке идти. Такие глубокие знания со всех направлений. На самом деле, нужно уметь говорить просто. Нормальный мир. Что нужно слеха? Что нужно? Просто говорить. Надо быть простым. Ташка говорит, и во всяком мире очень хорошо. Я все понимаю. Знаете, давайте я напоследок скажу одну вещь. Давайте. Когда вы обнаруживаете в еврейских текстах слово пашут, простой, да? И пшат. Да, пшат, это простой смысл. Прямой смысл. Прямой смысл, да. Но я хочу заметить одно вещь. Что в каббалистических, когда, особенно в каббалистических, в текстах у хабада это часто бывает, они просто очень с большим трудом его переводят на другие языки. Пашут – это элементарный, монолитный неделин. Это то, что в математике называется симплекс. – Простые стихи. – Нет, они простые не потому, что это просто для восприятия. – Не, я понимаю. Простые стихи совсем не просто. – А потому, что это мощный блок всего на свете. Это неделимо, потому что это мощный блок. По этому поводу вот один из моих учителей, профессор Розенберг, говорил всегда вот четыре уровня комментария текста. Пшат, ремес, драш и сот, да, пардес. Так вот, значит, вот проще всего рассказать, что такое драш. Драш – это то, что написано в письме. Вот представьте, что вы получили письмо. – А, письмо, понял. Драш – это то, что написано в письме. При этом, вы читаете его так, как читает судья. Вы говорите, ответчик, но я это не имел в виду, судья, здесь так написано. Я не могу знать, что вы имели в виду, но здесь так написано. Говорит, но я же не это имел в виду. Ответ, здесь так написано, говорит судья. Это есть драш, обратите внимание, драш – это чтение буквальное, без принятия в виду, что имел в виду автор. Тогда ремез – это проговорки. – А тогда что такое пшат? Это пшат? – Сейчас, сейчас. Пшат – это самое сложное будет. Ремез – это то, что мы вычитываем между строк, автор не хотел этого говорить, но там это есть. Например, это у историков очень важно. Вы читаете приходно-расходную книгу, там, графа такого-то, и обнаруживается 15 копеек на ленте для моей любимой дочери Марьи. Вообще, он не собирался сказать вам, что у него была любимая дочь Марья. Он собирался сказать, что потратил 15 копеек. Но вы в результате этого намека узнаете, что у него была любимая дочь Марья. он не это писал вообще-то, но вы это узнаете. Это Ремез. Это суд – это подсознательное, это то, что делает этот самый фрейдерский психокол, психоаналитик. Тот, кто пытается понять, что там, кем двигало. Это неинтересно. А вот пшат – это то, что имел в виду автор. И согласитесь, что это самое сложное. Так вот, мы знаем. О, но это и есть пшат. Но это и есть пшат. Отсюда такие споры именно про пшат. Про драж споры редкие. И обычно легко объяснить, почему этот думает так, а этот думает так. Потому что этот вычитывает здесь это, а этот читает это, понимает так. Это судейский такой спор, как понимать термин такой-то. В документе написано «родственник». Два человека спорят о том, что такое родственник. Родственник – это родственники первой руки или даже третьей руки. Я понимаю, о чем они спорят. А пшат – это куда более сложное. Но вот именно пшат является единым целым письма. Именно он и является вот этим. Так вот, пшат – это самое трудное. Это самое трудное. по этому поводу. Но при этом я хочу обратить внимание на то, что слово пашут при этом почему-то означает простое. Точно, да. Но почему-то слово пашут означает простое. Откуда уже пшат тогда взял слово? Пшат, он в Талмуде регулярно. Пшат… Ну и в Талмуде, я знаю, но пашут – это действительно простое, а пшат… Пшат – это сдирать шкуру. Совсем непросто. Исходное значение глагола – сдирать шкуру. А сдирать шкуру? Интересно. Левшот – Регель. Левшот – Регель – это потом. Протянуть ногу. Это еще протянуть. Левшот – Регель – это банкрот. Ну, это все же пшат Регель, говорят, нет? Пшат Регель, да. Пшат Регель, да. Это еще Сталмуда, это старый термин. Протянуть ногу. Ну, современный варитет банкрот. Ну, банкрот, да, но банкрот – более поздний термин, он намного более поздний. Ну, да, я понимаю. Италия идет. Это итальянское слово. Это куда более поздний термин. Ладно, давайте отпустим в лектор, а то он уже… Ладно, давайте разбегаться. Да, уже времени много. Спасибо большое. Нет, большое спасибо. Все потрясены. Да, потрясены, это точно. Орден Ламы Твавников. Да. Отряс. Он так и называется. Орден, орден это… Орден его перевел я, но потому что я по-другому назвать эту группировку. А как это на иврите назывался? Как на иврите, да. Ламы Твавники просто назывался. А, Ламы Твавники? А на иврите это как найти? Ламы Твавники. Послушай, ну, Ламы Твавники все-таки… Ну, Ламы Твавники я наберу в интернете. Это вообще… Нет, надо написать именно, как я сказал. Ламы Твавник. Ламы Твавник и дальше? Лавник. В одно слово. Лавник. А вы можете писануть на иврите как-то? 36 цедиким. Ну, 36. Ламы Твавники – это 36. Ламы Твавники. я понимаю, что Ламы Твавники – это 36. А дальше Вавники вы говорите. Что такое Вавник? Как на иврите это написать? Как это пишется на иврите? На иврите это пишется… Или Ламы Твав Цедиким? Что искать-то? Это разные вещи. Ламы Твав Цедиким – это совершенно другая тема. Нет, я так… Вы только что вроде так сказали. Я… Извиняюсь. Я… Не, ну, если сложно в другой раз, а то уже время… Меня тоже тут уже все… На меня смотрят, да. Некоторые тут… Нет, 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 нет. Мир, я хотела последнее сказать. Вы извините, я всех прерву, но мне прям не имется. В прошлый раз наше занятие окончилось на том, что вы сказали, я не понимаю, откуда вы это берете? У вас нет прямого божественного источника. Откуда вы это берете? Мы это берем из мира, из скрытого божественного в жизни. Мы его видим. Мы оттуда это берем. Да, у нас нет, как у евреев, прямого источника с божественным. Мы берем это через разговор с миром, со всем его проявлением. Хоть люди, хоть события, хоть еще что-то. Мы, скорее всего, просто предназначены для того, чтобы видеть скрытое божественное в этом мире. Окей. Вопрос таким образом. Значит, наберите в поисковике ламы два, либо цедиким не старим, либо ламы два в цедиким. Спасибо, понял. Спасибо мне. Спасибо большое. С апострофами. Но это не идиома, это не идиома, это не распространенная идиома от 36 праведников. Оно на этом построено, вся эта история на этом построена, она вокруг этого и строится. Я никогда не знаю. А он это в книге Странсвитуруха, да, описывается? Нет, ламы два в цедиким, оно в Митрашах уже есть. Окей. Господа, я думаю, что надо отпустить мейера, несмотря на... я тоже так думаю. Время уже просто и нас всех, потому что мы не сдвинемся. Ладно. Спасибо большое, Мэр, просто как там, если помните, королева восхищения. Ага. На этом заканчиваем. Королева восторг. Восторг. Окей. Да, восторг. Все восхищения.